Здравствуйте! На телеканале Обнинск ТВ программа «Новости». О самых заметных событиях города и региона расскажем прямо сейчас. В студии Георгий Разуваев. Коротко о главном. В рамках программы ТОС обновлен тротуар во дворе дома номер один по улице Калужской. Комиссия одобрила качество работ. Учитель для Росатома. Какой он? В Обнинске готовится вновь принять педагогов со всей страны в рамках одноименного фестиваля. Современный подход любви к детям. Малая Академия наук «Интеллект будущего» ведет отдельную работу с детьми от двух до шести лет. 3 октября в Боровске губернатор Владислав Шапша принял участие в церемонии освящения 15 колоколов Старобрядческого собора. Главные благовестные колокола храма имеют вес 6400 килограммов, 2000 килограммов и 820 килограммов. В настоящее время в соборе завершаются реставрационные работы. Напомним, собор покрова Пресвятой Богородицы передан Боровской Старобрядческой общине распоряжением Владимира Путина в 2008 году. С 2020-го здесь ведутся реставрационные работы. Продолжаются приемки работ, выполненных в рамках программы ТОС. Сегодня комиссия подписала акты приемки на нескольких объектах в 38-м и 39-м микрорайонах. Наша съемочная группа присоединилась к осмотру обновленного тротуара во дворе дома номер один по улице Калужской. Председатель ТОС подчеркивает, когда выбирали, какое благоустройство во дворе провести, именно тротуар оказался самым востребованным вариантом. Мы уже несколько лет назад договорились и каждый год подтверждаем договоренности с конференцией, с советом ТОС, что в первую очередь тротуары. Потому что это все-таки важно для всех. Парковки, детские площадки обычно вызывают споры, тротуары согласны все. В этом дворе до благоустройства тротуар переживал не лучший момент своего существования. Асфальт поизносился, бордюрный камень разрушился. Здесь состояние было ужасное, плюс здесь постоянно мусоровозы ездили по проезжей части, соответственно, плиты стояли под углом, можно было в прямом смысле ноги переломать. Поэтому этот двор, и мы как раз учли, что здесь довольно узкий проезд, хотя его расширяли несколько лет назад. Обновленный тротуар сделан на прочном бетонном основании. По словам специалистов, выдержит любую нагрузку, даже заезжающие на него мусоровозы. Предусмотрен и водоотвод. Благодаря этим трубам лужи не будут скапливаться около подъездов. Также сделано благоустройство зеленой полосы. Плюс проводится благоустройство, примерно полметра зеленых насаждений, газона. Все это посыпается торфом и сеется семена. То есть эти работы были проведены. Протяженность тротуара 147 метров. Около него обновлен асфальт тоже. Так положено по технологии. Если меняется бордюрный камень, укрепляется и полотно вдоль него. Работы шли около двух с половиной месяцев, рассказывает председатель ТОС. Подрядчик хорошо справился. Были только мелкие недочеты, устранили которые очень быстро. Сегодня акт приемки подписан. Решением комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на участках автомобильной дороги по улице Звездной в районе домов номер 2, 4, 6, 8 и по улице Заводской, где находится выезд с внутридворовой территории домов номер 1 и номер 3. Вводятся ограничения на остановку и стоянку автомобилей на обочинах. Сделано это с целью улучшения видимости дорожной ситуации для водителей, а также беспрепятственного проезда. С 22 по 25 октября на этом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки, а ОМВД России Обнинска усилит дежурство нарядов Дорожно-патрульной службы госавтоинспекции. Регулярно будет осуществляться фиксация нарушений правил дорожного движения. Администрация Обнинска просит водителей принять эту информацию к сведению. В корпоративной академии Росатома знают, Обнинск – это первый наукоград, колыбель мирного атома и территория педагогического искусства. Потому в минувшем году город принимал у себя гостей в рамках фестиваля «Учитель для Росатома» из разных регионов России. Этот год исключением не станет. Мероприятие вновь объединит причастных к образованию подрастающего поколения, но программа обещает быть еще насыщеннее. Первой «Ласточкой» стало проведение масштабного фестиваля в 2023 году. Тогда это был пилотный проект. Сегодня уже традиция первого города науки. Программа стала еще насыщеннее, отмечает Татьяна Волнистова. Включено несколько новых треков, а также была создана отдельная программа для молодых специалистов сферы образования. Второй фестиваль «Учитель для Росатома» состоится уже в ноябре, и к нему активно готовятся. Предполагается, что участников у нас будет 150. Это учителя и будущие учителя со всей нашей большой страны. Конечно, будет из атомных городов очень много учителей. Будут принимать участие потенциальные выпускники педагогических вузов. Мы все-таки преследуем цель, одна из главных целей этого фестиваля – привлечь новых молодых специалистов в школы города Обнинска. Детскими садами чуть позже займемся, сначала школами, учителями. Основной акцент фестиваля педагогического мастерства «Росатома» сделан, конечно же, на учителей математики и физики. На сегодняшний день 70 человек уже подтвердили свое участие в этом мероприятии, и число продолжает расти. Подготовят несколько площадок для работы фестиваля. Татьяна Волнистова рассказывает, что в Обнинск съедутся классные руководители инженерных классов со всей страны и директора школ, где имеется данное направление обучения. Планируется, что их работа будет организована на площадке Обнинского кванториума. Непосредственно своими руками будут выполнять какой-то продукт, создавать какой-то продукт. В каждом квантуме поработают. Уже есть программа по аэроквантуму, по сборке БПЛА и наблюдением за работой МКС. Есть программа работы в Energy-квантуме, есть программа работы в хай-тек-цехе и в биоквантуме. Там будет представлена работа биошколы Олимпийского резерва. Направление инженерных классов в Обнинске имеет самый большой успех, поэтому директор Обнинской школы номер 18 также поделится опытом работы такого класса в ходе фестиваля «Учитель для Росатома». Еще одну площадку работы феста организуют на базе информационного центра по атомной энергии. Там будет проводиться программа для молодых специалистов и студентов педагогических вузов. В ИЦАЕ будут проходить педагогические пробы. А педагогические пробы — это совсем молодые учителя, у которых небольшой стаж работы. Они будут рассказывать будущим учителям о своих методах работы, о технологиях, которые они применяют, обсуждать проблемы. Там тоже будут вместе с ними работать спикеры, очень опытные, которые преподают в МГУ. И обсуждать будут психолого-педагогические основы преподавания различных предметов, ну и между собой общаться. «Физические бои» — такое название дали командным соревнованиям по точной науке, которые тоже включены в программу фестиваля. Набирается группа, ну пока физиков только, набирается группа будущих молодых учителей, то есть потенциальных выпускников вузов, которые собираются прийти работать в школы. Мы из школ города Обнинска подбираем наставников, опытных учителей физики и формируем команды. Наставник — учитель физики из школы города Обнинска и еще пока студенты, но будущие наши коллеги. И дальше эти команды между собой соревнуются, решают задачи разного уровня, решают разные психолого-педагогические ситуации. Цель — влюбить выпускников вузов в профессию преподавателя, подчеркивает Татьяна Валерьевна. Фестиваль направлен на то, чтобы учителя школ городов в присутствии Росатома могли заявить о себе, поделиться своим опытом, пополнить копилку форматов и инструкций, инструментов преподавания, узнать о трендах в физико-математическом образовании. «Корпоративная академия Росатома привезет тоже очень хороших спикеров для наших управленцев. Опытных, успешных. Предполагалось, что это будет руководитель школы будущего из Калининграда, он поделится своими технологиями работы, методикой создания профильного, предпрофильного образования в своих школах. Что-то наши директора расскажут на этом круглом столе. И о вопросах взаимодействия с родителями тоже мы поговорим обязательно, может быть, нам тоже какие-то рецепты интересные подскажут». Программа у педагогов обещает быть насыщенной, ведь в профессии учителя, как и в любой другой, нет предела совершенству. А развитие, повышение мастерства в своем ремесле – неотъемлемая часть педагогического труда. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Первый наукоград России задолго до того, как получил этот статус, уже был центром рождения передовых научных и образовательных идей. Например, еще в 1984 году в Обнинске появилось научное общество учащихся. Сегодня знакомое всем как Малая Академия Наук «Интеллект будущего». Кроме основного школьного направления, работает под эгидой Академии и образовательный центр для детей от 2 до 6 лет. Развитие, игра, общение – три главных слова в работе педагогов для малышей. Поэтому центр получил название РИО по первым буквам. Начало этой работы было положено в 1989 году на базе Обнинской Эврики. Основательницей выступала Татьяна Васильевна Лешко. И была она одной из первых в стране, кто заговорил о важности интеллектуального развития среди малышей. С тех пор минуло 35 лет. Форматы работы с детьми, конечно, изменились. Но главное правило сохранилось. Первое, что надо делать, это делать все это с любовью. И с желанием удивить детей. Я всегда говорю, когда к нам приходит новый педагог, я всегда говорю, девушки, уважаемые коллеги, учитесь удивлять детей. Вот они смотрят вам в глазки, вот в рот, простите, смотрят. Ты говоришь, увлекаешь их, о чем-то таком сказал, ничего невероятного нет. Но ты так скажи, чтобы у них дух захватило. Для детей в возрасте двух лет удивительно многое. Это хорошо видно на занятиях самой младшей группы. Нельзя не заметить искренний восторг малышей. Их радость от того, что удается выполнить задачу, поставленную педагогом. Здесь детей сопровождают мамы для спокойствия и ученика, и учителя. Переходя в следующий год, девочки и мальчики начинают уже самостоятельный путь. Обычно параллельно занятия идут в шести группах. В каждой не больше десяти человек. Это оптимально. Так педагог может уделить внимание каждому. В основном группы коммерческие. Но каждый год формируется и класс ребят на бесплатной основе. Министерство образования Калужской области ежегодно, к счастью, выделяет субсидии для участия в проектах детей дошкольного возраста на бесплатной основе. Так что очень рады поддержке. Кроме двухлетних малышей, ребята находятся в образовательном центре около половины дня. Для них организованы занятия и перемены, развлечения и питание. Конечно, все по желанию родителей. Кто-то собирает ребенку домашнюю еду с собой. Но вообще меню разнообразное. Детки не остаются голодными. Программа занятий охватывает предметы подготовки к школе, иностранный язык, творчество и социализацию. Параллельно с образовательной программой мы прививаем у детей чувство гражданской ответственности, чувство собственного достоинства, чувство любви к родному краю и к своей стране, уважительного отношения к взрослым и уважения к их труду. Все это, конечно, входит в общую такую воспитательную систему. Лучшее обучение – личный пример, считают в Рио. Поэтому коллектив подобран исключительно из людей, имеющих не только образование, но и огромное желание работать с детьми. Анна Шапошникова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Обнинцев вновь приглашают на фестиваль корейской культуры. Республика Корея знаменита своей древней историей, богатым культурным наследием и традициями. И в Обнинске жители проявляют к ней немалый интерес. Фестиваль распахнет двери к корейской культуре 5 октября с 15.00 в ДКФИ. Для гостей праздника подготовлена красочная программа, раскрывающая Корею старинную и современную. От традиционной игры на барабанах «Самульнари» до зажигательных танцев популярного среди молодежи направления кей-поп. А после завершения концертной части планируется мастер-класс по приготовлению национального блюда «Кимчи». Не упустите возможность познакомиться с одной из колоритных стран Азии. Это все на сегодня. Напомню, что все сюжеты мы также публикуем в группе «Огненск Онлайн ВКонтакте», на одноименном YouTube-канале, на других площадках в Рутубе, Дзене и Телеграме. Если у вас есть интересные темы для сюжетов, звоните по телефону, который сейчас видите на экране. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях смотрите в очередном эфире программы «Новости», которая выходит по будням в 19.00. До встречи!